Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава Евангелия от Иоанна Я читаю свой собственный перевод И вот смотрите, у нас портретная галерея Вот вся первая часть Евангелия Это разные люди, которые так или иначе Встречаются с Иисусом, беседуют с Ним И взаимодействуют А что вот если это будут какие-то люди Ну не самые хорошие Не самые нами любимые люди Например, самаритяне Поскольку это народ, с которыми вообще Очень плохие отношения у иудеев А что если это будет еще, например, женщина Которая вот не такая высокодуховная Как его ученики или там даже фарисеи А что если это будет, наконец, женщина С такой, знаете, скандальной репутацией Ну вот четвертая глава Иисус узнал, что до фарисеев дошло известие Он приобретает больше учеников и крестит больше людей Чем Иоанн, впрочем, крестил не сам Иисуса, а его ученики Тогда он оставил иудею и отправился обратно в Галилею Вот, кстати, удивительная бесконфликтность У нас была сцена изгнания торговцев из храма Где он идет на обострение сам И тут вдруг всего лишь фарисеи услышали Что он становится популярным И Иисус сразу избегает всех возможных конфликтов Ну, наверное, бывают такие случаи Когда необходимо идти на конфликт Очистить храм, да? А вот просто идти на принцип, что называется И постоянно со всеми скандали Как у нас в соцсетях водятся Зачем? Не нужно это никому Тогда он оставил иудея и отправился обратно в Галилею Галилея на севере по отношению к иудеи Путь проходил через Самарию Вот это как раз местность, где жили люди, не дружившие с иудеями И вот он заходит в город под названием Сихар Рядом с полем, который Иаков передал своему сыну Иосифу Самаритяне, они почитали пяти книжек Больше ничего из Библии не читали Но вот эта история для них тоже очень важна Сихар, а в некоторых рукописях Шихем Это тоже вот такой, в общем-то, священный для самаритян город И это важно, да? То есть он не просто там и где-то встретил на базаре в дальнем краю А это вот, собственно, такая вот их территория Там был колодец Иакова То есть предок Иакова Предок иудеев и самаритяна Иаков выкопал этот колодец Знаменитый тоже Иисус утомился по дороге и присел отдохнуть возле колодца Было около полудня Вот эти деревенские сценки у Иоанна просто потрясающие Да, вот мы прямо видим жаркий полдень Около колодца прекрасное место И, конечно, пить хочется А колодец-то глубокий Ты там ладошкой не зачерпнешь Нужно, чтобы кто-то себе оттуда достал воды И вот приходит за водой одна самаритянка И Иисус говорит ей Дай мне напиться Как-то даже грубовато, я бы сказал Не здрасте, ничего А с другой стороны, ну он же не ухаживать за ней собирается Да, вот просто попросил Дай, пожалуйста, попить Его ученики как раз отошли в город купить еды И самаритянка ему отвечает Ты же иудей, я самаритянка Как же ты просишь у меня напиться Иудеи ведь не общаются с самаритянами Вот это замечательная, да, прям сцена Я так себе представляю Столько групп людей, которые не общаются По национальным, идеологическим, религиозным принципам Да, мы вот с этими даже разговаривать не будем И она в этом живет Иисус сказал ей в ответ Он мог ей сказать, да ладно, ничего, не так это страшно Он мог ей сказать, я просто очень пить хочу Так бы я, конечно, не стал Но вместо этого он ей говорит вот что Если бы ты знала о Божьем Дарье и знала Кто попросил у тебя напиться То сама попросила бы его о том же А он напоил бы тебя водой живой То есть, смотрите, не просто он использует эту женщину Как человека, который может ему помочь В его проблеме, пить хочется Он не просто, ну, примиряется с ней И говорит, что ничего страшного Мы не враги друг другу А он, наоборот, даже ее вводит Вот в свою проповедь, свою картину мира, да И приглашает ее разделить ее с ним То есть, повод напиться Это всего лишь возможность построить отношения Опять между Иисусом и тем, кого он встретил по пути Женщина ему говорит Господин, тебе даже нечем зачерпнуть воду Из этого глубокого колодца Откуда же у тебя возьмется живая вода Мы не очень, конечно, сегодня это понимаем Но живая вода, это вода, которая течет из источника На Ближнем Востоке воды не хватает И вот вода там из колодца Она все-таки, ну, хорошая, но не очень А вот источник прохладный, горный, да Ну, это прямо самая замечательная вода Живая, она течет, живет Разве ты выше нашего права Циакова? Это ведь он оставил нам этот колодец И сам пил из него вместе со своими сыновьями и скотом Ну, да, вот у нас есть колодец Он нам очень важен, дорог, он наш священный Мы из него всегда пьем А то вдруг тот приходит и говорит, а я вам тут родник покажу Да нам не надо никого родника, у нас и так все хорошо Иисус сказал ей в ответ Всякий, кто попьет этой воды, снова испытает жажду Но кто выпьет воды, которой я его напою, не будет жаждать вовек Вода, которой я его напою, внутри него забьет ключом текущим вечную жизнь Женщина ему говорит, господин, напои меня этой водой, чтобы не больше не испытывать жажды, а не ходить сюда за водой Водопровода-то нету, каждый день надо ходить Не по одному разу, это обычно женщина делает Отвечает он ей, ступай, позови своего мужа и с ним возвращайся Ну, логично с ее точки зрения, ведь тогда мужа-то все равно придется носить Да, это же ее обязанность Женщина ответит ему так, нет у меня мужа Говорит Иисус, правильно ты говоришь, что нет у тебя мужа У тебя было пятеро мужей, а кто есть сейчас, тот тебе не муж Это ты сказала верно Смотрите, ну, действительно, репутация, это такая нездоровая Поменяла четырех мужей, а сейчас, судя по всему, любовник у нее, да И это не мешает ему с ней говорить Причем он не начинает с обличения Ее, да, в ее распутном поведении А как бы использует эту ситуацию Вот, ступай, позови своего мужа Чтобы она определила сама свое отношение Вот к той жизни, которую она ведет, да Не осуждает Но приглашает дать оценку Самой Женщина ему отвечает Господин, я вижу, что ты пророк Объясни, наши правосы поклонялись Богу на этой горе А вы говорите, что место для поклонения Иерусалим Такая замечательная сценка Она чувствует неловкость ситуации, да И она понимает, что он все знает Ой-ой-ой, давай о богословии поговорим, да А вот где надо Богу поклоняться? Только не будем мою личную жизнь трогать, да Ну, понятно, что самаритяне поклоняются в определенном месте На горе Горизим, недалеко от этого места, где они встретились А иудеи в Иерусалиме И, конечно, ну, теоретический вопрос интересный Говорит Иисус Поверь мне, женщина, настает час Когда вы будете поклоняться отцу не на этой горе, а не в Иерусалиме Чему поклоняетесь вы и сами не знаете А мы знаем, чему поклоняемся Ведь спасение приходит через иудеев Ну, то есть Что именно иудеи, еврейский народ Становятся тем народом, который хранит это откровение А самаритяне как-то в сторонку отошли Но теперь настает час Уже настал, когда настоящее поклонение Отцу будет совершаться духовно и истинно Именно таких поклонников ищет для себя Отец Бог есть Дух И кто поклоняется Ему, должен делать это Духовно и истинно То есть, смотрите, опять-таки И используется и эта возможность для того, чтобы рассказать ей То самое важное, что, собственно Должно ее привести к познанию истины А сколько там мужей Какая там у нее для воды черпалка Или вообще что Это все неважно Это все мелкие бытовые подробности Жена отвечает Ему Знаю, что должен прийти Мессия, то есть Христос И вот когда Он придет, то все нам объяснит Говорит ей Иисус Это я, твой собеседник Пожалуй Никому Он не говорит настолько прямо Что Он Христос Да? Почему ей? Ну, может, потому что она простая И ей вот какие-то намеки непонятные Она, видите, она никак про эту воду живую не поймет Долго, да, мучается с ней Думает, что это буквально Вода, которая вот раз и навсегда Физически человека избавляет от жажды И вот с такими людьми, может быть, надо очень прямо Тут как раз вернулись его ученики И удивились, что Иисус разговаривал с женщиной Ну, компрометирует вообще-то, да С посторонней женщиной Говорит, тем более она самаритянка Из чужого народа Но все же никто не сказал Чего ты хочешь Или что ты с ней разговариваешь А женщина оставила там свой кувшин Вернулась в город и рассказала людям Интересно, что оставила кувшин Она могла набрать воды И с кувшином пойти домой Не было бы это логично Она пошла по воду Значит, ей нужна вода Да? Она же там не просто гуляла с этим кувшином Но и настолько важное событие Что она забыла, зачем шла Оставила там свой кувшин Вернулась в город и рассказала людям Пойдите, взгляните на человека Который мне все рассказал о моей жизни Видимо, он Христос То есть, он ей сказал Она не очень поверила Но вот она живет среди своего народа Такое библейское тоже выражение В своем городе Среди знакомых людей И ей важно быть Ну вот с ними на одной волне Чтобы Они тоже его признали Христом Она не может это лично сделать Она вот часть этого коллектива Люди отправились из города прямо к нему Смотрите, они тоже знают Что должен прийти Христос Мессия А ученики тем временем Стали ему предлагать Рави, поешь что-нибудь Но он им сказал У меня есть пища, которую вы не знаете Смотрите, и не напоили его И есть он отказывается Да? Вот Не то, чтобы он вообще ничего не ест И не пьет И не нуждается в этом Но есть вещи, которые важнее Чем даже еда и питье Ученики стали обсуждать между собой Кто принес ему поесть? Говорит им Иисус Моя пища Исполнять волю того Кто меня послал И совершать его дело Вы же сами говорите Через четыре месяца Наступит жатва Вот и я вам говорю Поднимите взор И взгляните на поля Колосьи уже побелели Налились для жатвы Жнец получает награду И собирает урожай Для жизни вечной Чтобы вместе порадовались И сеятель, и жнец Вот так и подтверждается поговорка Сея ладина жнет другой Я послал вас собирать тот урожай На котором вы не трудились Потрудились другие А вы разделили с ними плоды их трудов Ну здесь все достаточно понятно Образ жатвы Жатва это ведь тоже про еду Это про сбор зерна Которая станет хлебом Но жать это утомительный труд Это не то же самое, что есть Но когда Иисус женет Он как бы и ест этот урожай Он насыщается этим деланием Многие самаритяне из того города Уверовали в Иисуса по слову женщины Которая засвидетельствовала Он мне все рассказал о моей жизни И когда вокруг него собрались самаритяне Они упрашивали его у них остаться И он остался на два дня И благодаря его собственным словам Поверило еще больше народу Той женщине они говорили Видимо у него все-таки репутация В этом городе совсем была никудышная Мы поверили не твоему пересказу Нет, мы сами теперь увидели и услышали Что он воистину спаситель мира Еще вот интересный этот контраст Самаритяне, которые вообще-то враждебно Относятся к аудеям И это взаимно Они гораздо легче принимают Иисуса Может быть то, что у них меньше Каких-то заморочек Меньше каких-то вот собственных сценариев в голове Они вот увидели и сказали О, да, это действительно он Хотя чужаки А через два дня он оттуда отправился в Галилею Ведь было свидетельство самого Иисуса В родном краю пророк лишен почета Но когда он пришел в Галилею То галилея не его приняли Ведь они видели все, что он сделал на празднике в Иерусалиме Они и сами были на празднике Вот неожиданная такая ситуация Гармонии Все его принимают Но отвержение еще будет Это отдельная история И вот он вернулся в Канну Галилейскую Где превратил воду в вино Там был один царский придворный У него в Капернауме был больной сын Канна и Капернаум Два разных городка Он услышал, что Иисус вернулся в Галилею Отправился к нему и просил, чтобы он пришел исцелить этого сына А тот был при смерти И Иисус ему сказал Вы ни за что не поверите, пока не увидите знамени и чудес Вроде бы такие общие слова Но у отца Ребенок умирает Вообще о чем он говорит с этим человеком Придворный ему отвечает Господин, пойдем скорее, пока мой мальчик не умер Говорит ему Иисус Ступай, твой сын будет жить Тот человек поверил в слово, которое сказал Иисус И пошел домой Смотрите, вот реакция отца более естественная А вдруг не получится А вдруг что-то не так Надо Иисуса хватать и тащить Тащить, тащить, чтобы он уж точно исцелил Вы ни за что не поверите, пока не увидите знамени и чудес И тут же он ставит этого человека в ситуацию Когда он должен поверить, ничего еще не увидев И это срабатывает По пути его встретили слуги и сообщили ему, что мальчик выжил Он спросил, в каком часу сыну полегчало А те ответили ему Вчера после полудня он избавился от горячки Ну, буквально в седьмом часу Там часы считались от рассвета до заката Отец понял, что Иисус ему сказал Твой сын будет жить в тот самый час И поверил сам Вместе со всей своей семьей Это было уже второе знамение, которое Иисус сотворил После возвращения из Аудеи в Галилею Вот второе, первое У нас, соответственно, история про вино Ну, или Может быть, что-то, чего мы не знаем Но про вино-то мы знаем точно И здесь, похоже, просто Исправление того, что плохо в этом мире Не нарочитое какое-то действие Ответ на нужду Ну, там нужна такая репутационная потеря Да, вина на праздники нет Вот здесь жизнь и смерть Гораздо более важная вещь Но все равно, вот Это что-то такое, что Иисус делает Ради людей, ради тех, кто Встречается ему по пути И в следующей главе мы увидим Такую же историю, только уже про исцеление Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова